В конце августа в Екатеринбурге состоялся крупный международный форум, конференция по вопросам сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и противодействии нелегальной миграции. Мероприятие прошло под эгидой Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В Екатеринбург приехали высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов Китая, Киргизии, Монголии, Казахстана, Таджикистана. С российской стороны присутствовали представители прокуратуры, органов внутренних дел, ФСКН, ФСБ, миграционные службы, таможни, а также региональных властей субъектов Уральского федерального округа. Место для нашей встречи выбрано не случайно. Федеральный округ расположен в центральной части России. Три из шести входящих в его состав субъектов федерации – Челябинская, Курганская, Тюменская области, границы Республики Казахстан. Общая протяженность ухоходной границы округа промышает 1600 километров. На его территории расположены крупные административные центры, функционируют международные работы, протяженность железных и автомобильных народов повышает 80 тысяч километров. Все это способствует высокому уровню миграционных потоков, а также обсуждению и транзиту наркотиков. В борьбе с наркомафией важны уровень взаимодействия, понимание законодательства сопредельных государств. Силовикам нередко приходится проводить совместные операции, выполняя запросы друг друга. Это касается не только Азии, но и Европы. В прошлом году мы проводили подобную конференцию в Северо-Западной Федеральной Федерации Российской Федерации с участием представителей европейской государства. Региональных органов, органов государственной власти. И именно так мы должны проняться тем проблемам, которые еще существуют в нашем взаимодействии, вырвать возможные механизмы для дальнейших совершенствований. Представляете, что наша конференция должна послужить целью укрепления и развития государства в Северо-Западной Федерации. Принимаемых органами государственной власти мер по обеспечению незаконного оборота наркотиков и связанных с ним преступлений на сегодня недостаточно. Точнее, их уровень неадекватно мал. Именно такие формулировки звучали в докладах. Сегодня в России официально зарегистрировано более 650 тысяч лиц, страдающих наркологическими расстройствами в связи с немедицинским потреблением наркотиков. Более 8 миллионов употребляющих наркотики регулярно или время от времени. Наркомания молодеет. Растет число так называемых дегустаторов, тех, кто совершает свои первые шаги на наркоманском пути. Около 30 тысяч человек ежегодно умирает. Необходима интенсификация не только работы полиции, но и медицины. Нужна система лечения, медицинской и социальной реабилитации наркоманов. Сеть государственных реабилитационных центров уже начала создаваться в Свердловской области. В последнее время механизмы распространения наркотических средств приобретают новые изощренные формы. А методы привлечения потребителей сравнимы с маркетинговыми компаниями официальных производителей товаров и рухопотребления. Так, организованная наркопреступность активно культивирует в молодежной среде своеобразную философию наркомании и моду на употребление наркотиков. По итогам 2011 года только на территории Уральского федерального округа количество зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания составило свыше 34,5 тысячи человек. Наркопреступность наряду с экономическими преступлениями составляют основу организованной преступности в России и странах СНГ. Для прокуратуры Свердловской области экстрадиция, выдача преступника по запросу иностранного государства уже давно перестала быть экзотикой. Вполне регулярная процедура. За последние пять лет в Свердловской области задержано 322 лица, находящихся в государственном международном розыске. Подавляющее большинство из указанных лиц объявленных розыск комитетными органами и странами с содружеством независимых государств. Преимущественно Таджикистан, Кыргызская республика и Узбекистан. При этом по ту сторону закона стоит серьезная преступная организация. Это тоже надо понимать. Кроме маркетинговых стратегий, у наркомафии есть и другие средства и ресурсы. У государства, по местам и глобальной миграции, этим стоят не только сами мигранты, но и глобальная структурная сеть, которые входят в комитетные контролюции, действующие территории России. Они хорошо обращены технически, как говорят в качестве поддельных паспортов. В качестве документов приглашения есть. Нынешняя структура наркоимпорта – это героин и опиаты из Средней Азии, а также синтетические наркотики и курительные смеси из Китая и Европы. Особенно тяжела ситуация с опиатами. По-прежнему, одним из основных факторов, оказывающих влияние на наркоситуацию в Российской Федерации, остается проникновение на территорию страны наркотических средств обменной группы афганского происхождения. По оценкам многих экспертов, афганское наркопроизводство достигло масштабов, угрожающих международному миру небезопасности. Международные силы содействия и безопасности в Афганистане пока не добились ощутимых результатов противодействия наркобизнесу, что способствовало превращению этой страны в абсолютного лидера, производящего более 90% всех опиатов в мире. По данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 2011 году объем производства опиева в Афганистане возросло на 61% и достиг 5800 тонн, что, соответственно, способствовало росту объемов производства героина, оцениваемых по итогам 2011 года на уровне 350 тонн, из которых порядка 25% предназначалось для Центрально-Азиатских государств и Российской Федерации. Героиновый трафик дает еще один результат. Чем больше проводится через страну, тем больше объемы оседания наркотика по ходу транзита. Об этом говорили представители Казахстанского комитета национальной безопасности. В этой стране законы против наркопреступлений – одни из самых жестких в СНГ. Коментально проводят активную работу по совершенствованию законодательства законов. Так, в 2008 году по инициативе комитета до упражнения заключения в том числе на ответственное завершение наркопреступления установлены на жесткие санкции в отношении владельцев надвигаемых заведений, допустившим в себя реализацию наркопреступлений. Кроме того, первые на территории сотрудничества и независимых государств введены на процедурах обязательного уничтожения основной части взятых наркопреступлений в течение 16 суток с момента их взятия. Хотя, несмотря на ужесточение, количество наркоманов растет и там, такова статистика. В России успешная борьба с героином дала неожиданный результат. В последние 3-4 года на смену импорту приходят отечественные заменители – дизаморфин и ацетилированный опий. Сейчас правительство подготовило ряд мер, которые будут запущены с будущего года. В том числе ужесточение контроля за продажей кодеиносодержащих препаратов. На сегодня в России каждое десятое преступление связано с оборотом наркотиков. Плюс к этому совершаются обычные уголовные преступления в состоянии наркотического опьянения. Подобное совещание – только первый шаг в выработке мер противостояния наркопреступности. И, честно говоря, пока даже невозможно сказать, насколько предложенные меры и программы будут эффективны. Сегодня правоохранители только задают вектор совместной работы.